Муж не муж Как эта штука называется Давай Ударил себя Ой, прости Её значит любит Всё, развод отменяется Женимся Едем под больше бастяга Редактор субтитров А.Семкин Да вообще-то я тебе всегда говорю, что ты охуенный Понимаешь? Я охуенный Да Это вот одно слово, оно заменяет все просто качества Это взаимно Да, спасибо Это взаимно Славка! 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 Я даже не помню, когда мы официально вступили в брак Ты помнишь? Угу Отлично Да, опять До сих пор То, что мы были в официальном браке Очень мало людей знал Там, ну понятно, наши родители Там, Маргошин брат Там, еще пару друзей Моя мама узнала только в прошлом году Прикиньте! Это было так смешно, когда мы сидим там за столом с Сашей И родственники там типа Ну что, когда поженимся? Ну когда уже поженимся? А мы типа уже 4 года женаты Да Как бы не хотим вас расстраивать, ребята Как бы, ну Я не так июю Вот бы вы, конечно, поженились А то что, Санька, ты живешь? Она тоже некрасива вот так вот Да Сморгаешь и просто так Девку просто вот Какой-то этот брак вот этот непонятный Да, надо же как-то узаконить Узаконить отношения А мы такие, ну да, да, надо было бы Конечно, надо было бы Так что, родственники? Родственники Страдичи там Знаминка Хаус Беллс Как говорится Всем привет! И спасибо за ваши переживания Спасибо Так хотели нас соединить Спасибо вам за Маргариту Новый бокал, чувак У тебя в жизни новый бокал начался Будешь пить его до дна Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я всегда поражался. Я поражался и поражаюсь до сих пор. Как в тебе может быть такое сочетание абсолютно каких-то противоречивых штук. И это настолько делает тебя уникальным человеком. Нет, ну серьезно. И это многие замечают. Это и есть твоя харизма. Это и есть твоя харизма. И я же вижу, как сейчас мужчины вокруг тебя просто слюна свисает как бы до пола. Но не обольщайтесь, ребята. Там жесткий отбор. После Саши уже немножечко сложновато как бы. Попробуйте. Сейчас все-таки галстук поправили. Да, да, да. Вот, поэтому вот это вот, знаешь, соединение каких-то абсолютно, с одной стороны, уникальное. Ну, не то, чтобы просто отличительных, выдающихся способностей как артиста, как женщины тоже в разных ракурсах. Там, да, потому что в хате чисто всегда было. Чисто было в хате. Ну, не любила котлеты жарить. Ну, ладно. Ну, жарила, жарила, но не любила. Ну, конечно, не любила. Я когда ел, я чувствовал, что с нелюбовью это, понимаешь? Ну, я вынужден был поесть. Ну, блин. Ой, ну хватит. Ай, ну ладно уже. Короче. Готовь, стирай, драй, убирай, потом тебе такое заявление. The best of the best. Конечно, the best of the best. Следующий вопрос. Ты бы сказал, что не другое на камне. Ты вырежешься. Никогда не надо вот сюда вот жвачки прикреплять. Что это за фигня вообще? Глядите, королева Марго драйд в бар. Яким будзяньте шлюп. Ёлки-палки, якую жонку потирал, ну. Такую жонку. Все драйд. Шестиняпаусюль. Ёлки-палки. Сейчас Грыня напишешь, что все, левчур пошла. Бары драйд, рестораны. Денег нема, натовцы не платят. Революция провалилась. Стивеновская не платит уже никому. Все. Денег натовых нет. Поэтому драйд рестораны. Это будешь. Каковы ваши воспоминания о вашей первой встрече? Да? Ну, это было где, наверное, в 13-м году? Наверное, да. Да. Это было прослушивание. И кто-то порекомендовал, что вот есть молодая талантливая певица. Еще на этот момент студентка Академии музыки. Да. И ты меня сразу взялами работать. Ну, у нас было вообще никаких... Естественно, сразу взял на работу. Господи. А все почему? Потому что я хорошо пела. Конечно, ты хорошо пела. Кто? Кто? Я хорошо пела, поэтому ты меня взял к себе на работу. А ты пела? Я... Великолепно. Просто потрясающе. А не хватит уже. Слушай. Но у нас бы ничего не было вообще. Ничего не было. Просто мы работали. Только был взгляд. Только был взгляд. И только были работы вместе. Короче, мы познакомились на прослушивание. Я сейчас опять же не усняю. Какой же момент был? Ты помнишь, у твоих бабочки? Я парил. Я летал. И мы поехали в Париж. Ну да, кстати, а пофигеем этого стало то, что мы поехали в Париж. Ведь на самом деле прикол в том, что у нас дни рождения друг за другом. Марго родилась 16 апреля, а я 17. И мы поехали отмечать наши дни рождения в Париж. И были пьяные, и такие влюбленные, и еще все было круто. И мы пошли, короче, мы пошли на концерт болгарского хора в Нотр-Дам. И у нас было с собой винишко в пакете. И мы, короче, слушали, слушали, все классно. И тут бутылки с вином упали на всю церковь. На всю церковь бутылки. Это не я. Такие, упс. Привет, паук. Кстати, сейчас в комментариях, наверное, будут писать, что это паук встал между вашей семьей. О, да, паук встал. Где он? Паук. И ушел. А он паутинку сплет. Я вообще тебя никогда никому не ревновала. Ну, у меня были какие-то, да, но тоже не то, чтобы там прям... Пару раз получала. Ну, а что сделать, что у тебя жена такая красотка. Красотка жена. Все мужики клеятся. И она еще с ними хвостиком... И я еще, да, клеив ко всем. Я тебя вообще никогда не ревновала. Ну, да. Марго не ревновала там даже. Что ты говоришь? Скорее. Даже наоборот. Предлагала. Да, я всегда говорила с Саней. Да, пожалуйста, я не против, давай там это... Я следую, Саня. Я уезжаю на месяц, у меня не будет. Да. Ты, это, полотенце здесь, фен оставляю. Если надо твоей какой-то барышне, пожалуйста. То есть я всегда только за. И Саня, да нет, о чем ты будешь ешь, я тебя люблю. И я такой думаю, ну не хочешь, как хочешь. Есть поздравления еще из Турции, вас готовы поздравить сегодняшним днем. Я надеюсь, что сработает. Ваши аплодисменты Екатерину Снытьевну на связи. Привет всем! Дорогие, Марго и Саша, я желаю, я желаю вообще больше, вот на друг друга ни разу нисколечки больше дени. И, короче, веселого вам разного пути и чтобы все у вас получилось. Но с другими людьми. Целую, аплодисменты, любого. Спасибо! Спасибо! Нет, ну вообще, надо даже сказать, что инициатором нашего расставания была я. И ты мне недавно прям респектанула за это. Сказала, что Марго, ты прям такая молодец, сильная, такая смелая, вот взяла и поставила точку. Точку поставила, да. Вот, да. Тут второй вопрос, ты меня простил за это? А сейчас уже простишь? А теперь уже прости меня? По поводу подведения под монастырь. Ну, ты не просила прощения. Можно мне сейчас попросить прощения? Не нужно. Потому что я простил. Мими-ми-ми. Сейчас ребята расплачутся уже. Ну, не плачутся. Принесите салфетки. И шампанское во всем. Принесу ничего лучше не станет. А где-то горшай у нас. И башаля, 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 башаля. И башаля, 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 башаля. Какой момент в вашей жизни ты не забудешь? А, не забудешь. Я не забуду тебя никогда. Короче, самый такой момент в жизни, который я никогда не забуду, это когда... Каждый момент, когда ты с Сашей начинаешь петь. Я каждый раз всегда говорила, давай в нашей семье буду петь я, а ты будешь просто вот, ну, продюсировать, там, не знаю, девушки взорвать. Но только не пой! Это всегда очень прекрасные, приятные были моменты. Слушай, ну мы уже развелись, давай следующий вопрос. Нет, на самом деле, у меня все время беспокоит, ну не то, что беспокоит, но бесит. Ты знаешь, что меня бесит. И я тебе 300 раз об этом говорила. Твоя непунктуальность, меня это бесит просто у... И знаете, что самое интересное? Что Саша всегда везде опаздывает, ну, типа на минут 15 минимум. И каждый раз, когда мы куда-то приезжали, я уже что-то его жду, просто ору. У меня уже просто день начинается с того, что Саша опять опаздывает, хотя я просила его раньше выехать. Мы приезжаем куда-то, все нас ждут, естественно. И Саша говорит, ну, это диво, как всегда опаздывает, вы же знаете. И мне говорят, что просто придушить, просто придушить. Ой, ой! Положи душ! Мать! Я все равно успею на концерт к Мише Радунскому в 7 часов. Приходи. Я признаю, я признаю, что у меня есть такая хиба. Да, а с другой стороны все нормально, нормально, мужик. Прикол в том, что... Нет, прикол, я чуть-чуть адвокатирую себя. Прикол в том, что если что-то очень ответственное, там, типа, ну, я не опаздываю на самолет, я не опаздываю там на концерт. Любишь? Нет. Вот за это не люблю. Не люблю за это. Ты знаешь, что меня это бесит, ты все равно это делаешь, все равно опаздываешь, и все равно меня бесишь. Зачем меня так бесить? Может быть, потому что в тебе живут бесы? Да, надо, наверное, их изгнать. Изгнать. Сегодня же займемся этим. Что было для вас самым сложным переживанием в наших отношениях? Коронавирус. Так, я такой открываю банку кофе, такой нюхаю, типа, я не чувствую запаха. Так, встал и пошел в другую комнату. Встал и вышел со стола. Реально, когда ты тогда болел, ты просто был капец. И я тебе говорила, что, Саня, не зря все после этого локдауна, после того, как переболеют коронавирусом, разводятся. Потому что это жесть была. Ты был просто невыносимый, капризный мальчик, который болеет, которому нужно было все приносить, подносить, который ругался, кричал. Я не кричал. Ты кричал жутко на меня, мы аж срались, ругались, ужасно. Не, ну я болел реально очень жестко. Очень жестко, но ты жестко вел себя. Я не орал на тебя. Думаю, хороший, да. Не орал. У меня сил не было орать. Да, 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 вот на этом у тебя, кстати, были силы. У меня не было сил орать на тебя. Конечно. Но это было. Давай про хорошее, ну что уже про права такие. А то реально подеремся. С обсуемостью картинку. Не, ну я же не дерзируюсь обычно. Обычно? Ну, на старуху бывает про руку. Ну, знаешь, тебе обнимашки доставляют радость. Это тебе они доставляют радость. Тебе? Не, я люблю обниматься, но ты вообще любишь обниматься. И вообще, давай обнимемся. Да поцелуйся. Да так, что кругом. Не, обнимашки это вообще классно. Все, обнимашка, следующий. Это отличное событие. Здорово увидеть, разойтись вот так вот. Никто никому ничего не должен. Наверное. Там, кстати, утюг, который я тебе оставил. Я тебе мультиварку оставила. Мультиварку? Класс. Спасибо, мультиварка. Это моя тема. Слушай, а кстати, а мясорубку? Какую мясорубку? Мясорубку электрическую, помнишь? Она уже у родителей моих. Вот так вот, вот так быстро решается вопрос. Классно, мы все порешали, быстренько. У кого что? Да, 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 классно, классно. Круто мы все поделили, да? Круто, круто. Ну, вопрос же был не об этом на самом деле. Что нужно от друга? Мы сейчас друзья. Что нужно от друга? Ну, классно проводить время вместе, поддерживать, там, в горе и в радости. Ну, вот, наверное, все. Ну, в нашем случае еще подкидывать друг к другу какие-то идеи, вдохновлять для работы какой-то, да? Значит так, Сашка, нечего там скучать без меня, понятно? Познаймись какой-нибудь работой, сделай что-нибудь для человечества. В общем, у нас на самом деле было очень мало конфликтов. Ну, вообще-то да. Очень мало конфликтов. У нас еще было правило, никто никому не долбет мозг. Да, долбет, да. Долбет, долбит. Ну, реально, я считаю, что мы принимали друг друга вот такими, какими мы и есть. Что так ты меня любишь? Что так ты меня любишь? Что ты меня не снимай тут. Люди сказали, что ты меня любишь. Покажи свою любовь. А, чё? Ну, как бы иногда у кого-то из нас там были какие-то попыточки, как бы, вкратчиво подобраться к мозгу, как бы, раздвинуться, так сказать. Ну, например, я всегда говорила, что я же женщина, у меня иногда можно тебе немножечко мозжечок твой, так сказать. Поразминать. Поразминать, да. Чтобы не расслаблялся. Ну, мы на самом деле друг друга полностью принимаем и даже сейчас принимаем. Я даже сейчас Маргариту принимаю со всеми говняшками, ну, прелестями. Сегодня властью, данной мне случаем, и этими двумя свободными, отклишаясь стереотипами, и друг друга молодыми людьми, я готов объявить их пластиком и разведёнкой. И вообще, своим примером, то, что мы сейчас делаем, это видео даже, для вас. Мы хотим сказать, что люди после развода... Жизнь есть. Жизнь есть. И, да, мы хотим на самом деле вас вдохновить на то, что находите в себе какие-то силы, вот, эволюционировать, да, определённым образом. Ну, в случае желания, конечно, обоих людей это происходит. Потому что, если вы уважаете друг друга, и у вас остались какие-то тёплые хотя бы воспоминания, то, по большому счёту, вы можете быть настоящими друзьями, потому что, если вы были вместе, то вы и были друзьями. А это может быть только, наоборот, с какой-то взаимной, ну, не знаю, как минимум энергетической пользой, а как максимум какой-то другой. И вообще, люди, не трахайте мозги, а, друг другу. Это самая ценная. И нам тоже, да. Своим примером мы хотим показать, что, ребят, давайте жить дружно. Давайте жить дружно, да. Несмотря ни на что, потому что у Саши негативный опыт после развода, у меня негативный опыт после развода. И мы сделали определённые выводы и решили, что надо жить дружно. Ну, я бы не назвал это негативным, это просто такой другой опыт, который показывает, что... Да. Показывает, что вообще-то это они были неправы. Да. А мы вообще с тобой самые охуенные. Вообще. Да. Ну, это прекрасная ночь. Финальная. Продолжение следует. Люди. Вскрываем коробку. Это... Антишлюбная коробка. Да. Да. Раз, два, три. То есть вы хотите сказать, что годы вашего брака ничего не стоили, ребят? Да, да, всё, выключай, туши свет, всё. Нет, не всё. СК, разблокируйте, пожалуйста, счёт. Вообще, между прочим, да. Да, обращаюсь к Следственному комитету по Брестской области. В общем, господа, ну или как у вас принято, товарищи. Господа офицеры. Так получилось, что какое-то неопознанное лицо что-то сделало с флагом на мою жену бывшую. Вы дело завели? Вообще не по делу. Она вообще не по делу. Ну и ладно. Она уже бывшая. Окей, разбирайтесь там с ней. Шчите её, свищите. Мои счета разблокируйте, блядь. Я тут при чём? Услышали? Работаем, ребята. И чтобы через неделю счета были все разблокированы. Иначе... Чикширы к вам. Новая песня от Красноделения. Чикширы к вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова